Ровно два года назад, в этот день, в моем навигаторе появилась точка, которая в этом году могла бы стать очередной, если бы не ряд обстоятельств кардинально перестроивших маршрут сегодняшнего путешествия. Хотя начиналось все весьма позитивно и целенаправленно, тем более, что направление и цель проецировали внутри меня массу положительных эмоций от процесса, от ожидания и от предвкушения чего-то нового и неизведанного. Выцветший асфальт времен грандиозных союзных проектов говорил лишь об одном. Край этот давно забыт и вряд ли упоминается в государственных программах по развитию отдельных населенных пунктов. Хотя в свое время ему уделялось повышенное, если не сказать, пристальное внимание. Съезжаю с асфальта в намеченном месте и упираюсь в брод, точнее, в то место, где он когда-то был. Навигационные карты не в состоянии передать реальные картины местности, которая сегодня для меня оказалась сюрпризом. Вода в этом году очень большая, да и бродом этим, судя по заросшим съездам, да обвалившимся в колеях участкам, давно уже никто не пользуется. Не помогла перебраться на противоположный берег и вторая переправа. Небольшой мост, каким-то чудом зацепившийся за обрывистые берега, невольно заставил задуматься о том, что кто-то или что-то не пускает меня к намеченной цели. Пытаюсь обхитрить сам не знаю кого. Сделав большой крюк, потеряв еще час времени и израсходовав несколько литров топлива, переправляюсь на противоположный берег реки по автомобильному мосту. Кажется, что теперь направление задано и ничто не сможет помешать в достижении намеченной цели. Но очередное препятствие, которое ждало впереди, предопределило ход всего путешествия. Дорога закончилась, едва начавшись. Две заросшие полоски земляной колеи едва успели просохнуть после обильных дождей. Все бы ничего, но сильные крены и затяжной подъем на перевал не предвещали ничего хорошего в случае дождя. Давно взяв за привычку по дороге к цели думать, как я буду преодолевать на обратном пути тот или иной участок в случае непогоды, сейчас я отчетливо понимал, что этот перевал своего рода точка невозврата. Уверенности в этом прибавила сильно размокшая низина на очередном спуске, преодолеть которую удалось не с первого раза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот он, момент принятия решения. В ту минуту я точно знал, что каким бы оно ни было, для меня оно будет правильным, пусть и немного грустным. С последней надеждой, оставив Уаску на возвышенности, отправляюсь на разведку. Сейчас погода стоит солнечная и сухая, но если верить утреннему прогнозу погоды, то с завтрашнего дня начнутся дожди, которые отрежут мне путь на перевал, да и низинки превратятся в маленькие раскисшие болотца. Сверяю с картой свое местоположение. Совсем немного осталось до той дороги, которая, петляя вдоль горного хребта Эргетау, ведет к заветной точке. Но что-то внутри меня по-прежнему подсказывает, что сегодня мне туда не надо. Что ж, решение принято, будем возвращаться назад. Даже в сухую погоду этот затяжной подъем на перевал показался мне тяжелым. Автомобиль двигался на пониженном ряду передач с заметным натягом. Остановись я на мгновение на подъеме и тронуться вновь без вспомогательных средств едва удастся. Сложно представить, насколько этот подъем опасен в дождливую погоду. Не помогут в такую погоду ни тормоза, ни грязевая резина. Лишь правильно принятое решение в силах предопределить исход путешествия. Окину взглядом низину у подножия Эргетау, с небольшой грустью на душе спускаюсь с перевала, обдумывая дальнейший план действий. Часы уже давно перевалили за полдень. Обеденный час напомнил о себе легким урчанием в животе. Съехав с дороги под тень раскидистого дерева, устраиваюсь на привал. Компанию мне составили освежающий ветер до птицы, пение которых наполнило душу радостью. Судя по примятой траве и явным на ней следам, не так давно отдыхал здесь косолапый. По небу поплыли вереницы из облаков. Будто художник-натуралист скупыми мазками пытался закрасить голубое небо бело-серой акварелью. Пейзажи получились сногсшибательные. На обратном пути решаю краешком глаза взглянуть на два искусственных озера, созданных человеком во время грандиозных союзных проектов. В наши дни на одном из озер, более крупном, предприимчивый человек организовал базу, набирающего в наши дни популярность глэмпинга, который представляет собой разновидность кемпинга и объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Для тех, кого не смущает вид разбросанных вокруг валунов и то, что могли здесь добывать, это прекрасное место для отдыха от городской суеты. Немного в стороне расположено озеро чуть поменьше, которому уже успели дать название – озеро Сердце. На снимках из космоса этот водоем действительно напоминает форму сердца. Подобраться к нему можно вплотную на автомобиле или же пешком по нижнему уровню. Обязательно нужно попасть сюда, погулять да поснимать водоем с разных ракурсов. Пока же ограничимся лишь обзорной экскурсией по этим неоднозначно красивым местам, в которых первозданная красота природы живет по соседству с красотой техногенной, созданной руками человека посреди высоких гор и тянущегося вдаль зеленого ковра из травы, деревьев и кустарника. Вернувшись после прогулки к автомобилю, принимаю решение отправиться на разведку еще одного внесенного в лист ожидания маршрута, хотя велика вероятность, что большая вода сделала непреодолимым брод и на этом направлении. На деле так и оказалось. Уже двигаясь по левому берегу, я обратил внимание на бурный поток реки с шумом, стремящийся по одному ей ведомому маршруту. Подъезжаю к броду. Разлившаяся в этом месте река подстрекала обманчивой доступностью. Не имея представления, как этот брод должен выглядеть, будучи доступным для переправы на гражданском автомобиле, обязательно попытался бы его пересечь. Но это неоправданный риск. Как бы сильно мне не хотелось попасть на тот берег. Большие валуны, которых не видно из-за поднявшейся воды, представляют скрытую опасность. По следам на берегу несложно понять, что по большой воде этим бродом пользуются лишь тяжелые лесовозы, для которых брод через реку не представляет никакой сложности. Запарковав автомобиль у дороги, максимально выравниваю его по бортовому кренометру, который недавно открыл я для себя и который оказался незаменимой вещью в моих поездках и путешествиях. По небу поплыли дождевые облака, лишь изредка открывавшие кусочек голубого небосвода. В очередной раз убеждаюсь, что решение, которое я принял, находясь на перевале, было разумным и здравым. Разумеется, для меня. Найдутся и те, кто назовет это решение трусостью, страхом или еще каким-нибудь словом. Только для меня эти слова ничего не значат. Много наслушался я таких слов за свою жизнь. Вот только очень часто у их авторов сказанное слово расходится с делом. Какие здесь могут быть комментарии? Наконец настало время покоя и тишины. Звук работы двигателя и гулотрансмиссии сменились убаюкивающими звуками природы. Шумом реки, дыханием гор и пением птиц, скрывающихся от посторонних глаз в раскидистых кронах деревьев. В такие моменты я перезагружаюсь. А полученная за поездку порция адреналина гарантирует крепкий и спокойный сон. Возвращаешься из поездки совершенно другим человеком, отдохнувшим, обновленным и готовым к новым открытиям и достижениям. Готовым творить и дарить благо каждому, кто встретится мне на пути. Это ли не счастье? Не на этом ли должно строиться сильное общество, здоровые и увлеченные своим делом люди? Ровно два года назад, в этот день, в моем навигаторе появилась точка, которая в этом году могла бы стать очередной, если бы не ряд обстоятельств, кардинально перестроивших маршрут сегодняшнего путешествия и повлиявших на сделанный мною выбор. Хотя, если убрать из головы все шаблоны, то я этому даже рад, когда еще довелось бы мне на практике отработать навыки по принятию решений и почистить мысли от мирских забот. А Тульский, туда мы даст Бог, непременно вернемся, чтобы открыть для себя что-то новое и неизведанное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok